именно вот так должна выглядеть китайская лапша здесь уже есть и зеленый лучок и твердая часть пекинской капусты и конечно же это все посыпано кунжутом вкуснятина на скулах друзья получилось обалденнейшая по-настоящему китайская лапша привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня 26 октября и я думаю что именно в этот день я закрываю сезон казана на природе сейчас солнышко тепло замечательная погода и я хочу я буду готовить очень вкусное блюдо это китайская лапша в боке с уточкой или с утиной грудкой у меня прекраснейшая утиная грудка жирком а также овощи и настоящая рисовая лапша вот здесь казани закипает водичка и я сначала свою лапшу имбирь чеснок гиная грудка морковка перчик кучок грибочки китайская смесь 5 специй грибочки 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 грибочек грибочки всего блюда, это китайские лапши, грибочек, морковка, да, именно правильная текстура морковки, морковка снаружи обжаренная, внутри упругая, но уже немножко приготовилась, здесь самое главное все делать очень быстро, чтобы все овощи имели ту текстуру, какая им положено быть именно в этом блюде, перчик, прекрасно, вот сейчас очень хорошо слышно прекрасный вкус кутиной грудки, именно золотистая корочка, она так быстро подзолотилась, там где жирок, под корочкой был жирочек, все вместе и лапша, и овощи, и мяско, так классно, это блюдо в китайском ресторане стоит очень дорого, но готовится очень легко, лучше это делать, конечно же на улице в казане, потому что нужна очень высокая температура, друзья, получилось обалденнейшая по-настоящему китайская лапша, лучше чем в любом китайском ресторане, потому что ее готовил именно я, смотрите мое видео, пишите в комментариях, что вы думаете о моем рецепте, как у вас получается ваша китайская лапша, ставьте вот такие громадные лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь, внизу, а вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале, и помните, кухня это самое спокойное место.